Бхатчария Кахи Сарвабама Бхатчария говорит Инхара Живо Правда Цветущая Явана Юность Кематы Как Саньясадарма Обетов саньяси Айме Будет Ракшана Сохранение Бхатчария спросил Шечетания мы опробуем еще в полном Рассвете юности Сможет ли он следовать строгим ограничениям саньясы Текст 75 Я буду непрерывно читать Читания Маапрабу Лекции по философии Веданты Чтобы помочь ему утвердиться в самоотречении и встать на путь манизма Комментарии Шалапрабхупада Сарвабама Бхатчария считал, что изучение философии Веданты Помогает саньяси избавиться от привязанности к чувственным наслаждениям Так саньяси может оправдать почетное право носить каупину на бедренную повязку Ему следует учиться укращать чувства и сдерживать шесть побуждений Побуждение речи, ума, гнева, языка, желудка и гениталии Тогда он сможет в совершенстве понять науку преданного служения Господу И стать идеальным саньяси Для этого необходимо систематически изучать священное писание И взращивать самоотречение Тот, кто привязан к материальным чувственным наслаждениям Не сможет долго хранить обеты саньяси Вот почему Сарвабама Бхатчария Желая оградить Чайтаню Маапрабу от столь сильных в юности плотских желаний Предложил обучить его принципам вайраги, самоотречения О Магьяна Тимирандася Янанджана Шалака Чакшурун Миритам Яна Тасмай Ши Гуравенама Ши Чайтаня Манобистам Стабидам Янабутале Своям Рупагадам Аям Нататисвабарантикам Вандехам Сигура Ши Ютаврагаманан Ши Гуран Ваиштавам Ши Рупам Саградатам Сагна Рагунатан Витам Там Саджевам Садветам Савадутам Париджанасахитам Кришна Чайтанья Девам Ши Радха Кришна Падам Сагна Лалита Ши Ви Сакан Витам Ши Ви Сакан Витам Хе Кришна Каруна Синдха Женабана Учакатпате Гопи Сагопика Канта Рада Канта Намастуте Тапта Канчана Гаурамхи Радевриндаван Швари Врища Бану Сута Деви Пранам Ами Хариприя Ванша Калпа Тарвьяшна Крипа Синдубья Эвача Падиданам Бхаван Эбхио Ваишна Эбхио Намо Намам Намо Ом Вишну Кадая Кришна Пристая Бхутане Ши Мадхи Бхакти Веданта Шваминитинаминя Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прочарине Нирвишасасун Неварин Пасчатя Десятарине Чая Ши Кришна Сетаня Прабу Нитянанда Ши Арвета Градхана Ши Ва Саригура Бхакта Вриндам Hare Кришна Hare Кришна 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 Hare Hare Рама Hare Рама 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 Hare Освобождение Сарабаум Батачаря Называется Это глава Еще освобождение Не достигнуто Пока Сарабаум Батачаря Предлагает Господа Чайтане Слушать Философию Уманизма Чтобы Успокоить Свой ум Он Он Заметил Да Что Чайтане Ма Прабу В самом Расцвете Юности 24 года 24 года Господь Читания Принял Санясу И Он Легко Может стать Жертвой Чувств Поэтому Нужно Ему Проповедовать Ну и Здесь Обсуждаются Принципы Санясы Отречения От мира Во многих Местах Эта тема Обсуждается Бхагавадгити Есть Кто помнит Где в Бхагавадгите Обсуждается Чем Должны Заниматься Саняси Кто помнит Там Все Все уклады Жизни Обсуждается Это Качество Знания Обсуждается Ну В 16 Главе Да Абхаям Саттва Сам Шудхир Гьяна Йога Взяваст Ити Это Вот Первый Стих 16 Главы Там Перечисляются Вначале Качество Санясь Потом Брамачаре Грехас Ванапраст И так далее Абхаям Бесстрашие Да Саттва Самшудхир Очищение Своего Существования Гьяна Йога Я Васт Ити Развитие Знания Да То О чем Здесь Говорит Сарабам Батачаря Что ему Бы Вот Сосредоточиться Слушать Веданту Погрузиться В философию Манизма И В Шиман Багава Там Да Есть Много Мест Где Шилапрупада Тему Саньясы Обсуждает Сейчас Посмотрим Саньяса Например Четвертая Певец Девятнадцатая Глава Текст Двадцать Третий Это Когда Индра Переоделся В шафрановые Одежды И В комментарии Шилапрупада Пишет В соответствии С традициями Ведического Общества Саньяса Является Одним Из важнейших Элементов Варнашем Адармы Саньясу Следует Принимать Придерживаясь Принципов Парампоры Установленных Ачариями Однако В наше время Многие Так называемые Саньяси Не имеют Ни малейшего Представления О сознании Бога И Первым Таким Саньяси Стал Индра Индра Движимый Завистью К Махараджа Придху И в век Кали у него Появилось Множество Последователей В этот век Встретить Истинного Саньяси Практически Невозможно Никто Никто Не имеет Права Вносить Изменения В установленные Ведами Нормы Жизни Тот же Кто Делает Это Из Злого Умысла Является Пашанди Безбожником Третья Песня Матбага 24 Глава 42 Текст Мудрец Кардама Должен Обходиться Без Огня И Крова Грехаста Пользуется Огнем Для Совершения Жертвоприношений И Для Приготовления Пищи Но Саньяси Свободен От Этих Двух Обязанностей Ему Не Нужно Ни Готовить Пищу Ни Совершать Огненные Жертвоприношения Все Свое Время Посвящает Деятельности В Сознании Кришны Поэтому Считается Что Он Уже Совершил Все Религиозные Обряды А Никетана Значит Лишенный Крова У Саньяси Не Должно Быть Собственного Дома Во Всем Что Касается Еды И Жилья Он Должен Полностью Зависеть От Верховного Господа И Отдав Себя На Волю Господа Странствовать По Свету Мауна Значит Молчание До Тих Пор Пока Человек Не Замолчит Он Не Сможет Полностью Погрузиться В Давая Обед Мауны Саньяси Делает Это Не Потому Что Является Глупцом Лишенным Красноречия Он Замолкает Для Того Чтобы Люди Перестали Ему Докучать Глупец Кажется Очень Умным Только До Тех Пор Пока Они Раскроют Рта Однако По Речи Можно Узнать Человека Много Мест Есть Где Все Эти Принципы Обсуждаются Первая Песть Шестая Глава Текст Тринадцатый Я В Одиночестве Промирался Сквозь Заросли Тростника Бамбука Камыша Острой Травы Сорняков Проходил Пещеры Через Которые Трудно Пробраться Одному Заходил Дремучие Темные Полные Опасности Наводящие Страх Чаще Которых Устраивали Свои Игрища Змеи Совы И шакалы И в Комментарии Шалапрупада Пишет Долг Странствующего Отшельника Познать Творение Бога Во всем Его Разнообразии Странствуя В Одиночестве По лесам Горам Городам Деревням И так далее Чтобы обрести Веру В Бога И силу Ума И нести Людям Свет Послания Бога Саньяси Не соответствуют Настоятельно Рекомен Рекомендуется Предное Служение Заключающие Заключающие В слушании И повторении Повествования О святой Славе Господа Тому Кто дает Обет Отречения От семейной Жизни Не стоит Имитировать Таких Паривраджик Ачария Как Народа Или Господь Читания Он Может Устроиться В каком Нибудь Священном Месте Посвятить Все свое Время И силы Слушанию И повторению Священных Пестаний Оставленных Такими Великими Ачариями Как Шесть Госвами Вриндавана Много Мест Где Эта Тема Обсуждается Почему Эта Тема Часто Обсуждается Отречение Почему Потому что Здесь Мы В материальном Мире Находимся Во власти Привязанности Как Только Мы Где-то Надолго Задерживаемся Мы Сразу Привязываемся К этому Месту К тому Чем Мы Обладаем Ко всему Привязываемся И Из-за Этого Мы Вынуждены Снова Рождаться В этом Материальном Мире Из-за Того Что Находимся Во власти Привязанности Поэтому Эта тема Часто Обсуждается Отречение Как Как Освободиться От Привязанности К Материи Потому что Это Коренная Причина Нашего Существования В материальном Мире Поэтому Если Посчитать Сколько Раз Слово Отрешенность Отречение Встречается В текстах И в комментариях Шла Привязанности Будет Будет Очень Много Раз Привязанность Слово Часто Встречается Потому что Это Характерная Черта Нашего Материального Существования И Отрешенность Как Возможность Преодолеть Эту Привязанность Поэтому Если Если У него Еще Есть Привязанность Он Ступает Ашрам Грехасти Чтобы Убедиться В том Что Привязанность К материальному Миру Ни к чему Хорошему Не Приводит Хаста Ашрам Можно В этом Убедиться И Затем Можно Со Спокойной Душой Уже Принять Отойти От дела И Потом Принять Отреченный Уклад Жизни То есть Это Научная Система Как Освободиться От Привязанности К материальному Миру И Развить Духовную Привязанность Слушая И Воспевая Шаунам Киртанам Вишно Смаранам Падасеванам Арчанам Вананам Дайсим Саким Атпаниверам Девять Видов Придного Служения Которые Позволяют Развить Привязанность К Господу Одновременно Человек Должен Отрешаться От Материальных Привязанностей И развивать Духовную Привязанность Потому что Если он Просто Отрешается От Материальных Привязанностей Но Не развивает Духовную Привязанность Что получается Да Он Становится Им Персоналистом Поэтому Одновременно Культивируется Отрешенность От Материи И Привязанность К Духовному И Привязанность К Духовному Развивается Благодаря Девяти Видам Предного Служения Которые Начинаются С 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 Благодаря Регулярному Посещению Гуна Гуна Страсти Гуна Невежества Перестают Оказывать На него Влияние Похоть Желание И страсти Покидают Сердце Тогда он Утверждается В благости И Обретает Счастье Так Утвердившись В гуне Бесприместной Благости Человек Что Обретает Он Обретает Аршан Господа Такой Результат Слушания Шимат Багават Сердце Очищается И там Воцаряется Господь Прядное Служение Господу Господь Если Регулярно Каждый День Слушать Шимат Багават И служить Чистому Прядному То Успех Гарантирован Поэтому Шилап Рабхупада Рекомендовал Нам Каждый День Слушать Бхагав Диту Шимат Бхагав Читание Чаритамриту Важнейшее Писание Из всех Ведических Писаний Которые Пробуждают Дремлющую Любовь Богу Поэтому Мы каждый День Слушаем Их Обсуждаем Как это Применить В нашей Жизни И все Это Благодаря Тому Что Шилап Пропада Он Принес Это Знание 58 лет Назад Вот Позавчера Был День Прибытия Шилаправпады В Америку 58 лет Назад Он Прибыл На Запад Для того Чтобы принести Это знание Взял С собой 600 книг Первую Песнь Бхагаватам И он Он Хотел Чтобы Шилаправпады Бхагават Дита Были В каждом Доме Поэтому Каждый Год Предные Устраивают Марафон Посвященный Бхагаватам Бхагаватам В этом Году Предные Распространили Больше 50 тысяч Комплектов Шилаправпадам В прошлом Году Было 45 тысяч Позапрошлом 32 тысяч Постепенно Растет Распространение И Через Три года Предные Хотят Достичь 100 тысяч Комплектов Фиманбхагаватам В год Постепенно Предные Увеличивают Ну и Везде Где мы путешествуем Мы тоже Берем с собой Комплекты Шиманбхагаватам Предлагаем На фестивале Садхусанга Ушло 13 комплектов Шиманбхагаватам И 5 комплектов Предные Заказали Заказали Еще Помимо этого Потом После фестиваля Мы путешествовали По южному Региону В Краснодаре На воскресной Программе Пару Комплектов Взяли Потом В Симферополе Нарадхаштами 4 Комплекта Взяли Шиманбхагаватам Со всего Крыма Съехались Предные Нарадхаштами Около 200 Было Предных Потом В Ростове Одну Программу Провели Тоже Пару Комплектов Шиманбхагаватам Взяли Везде Куда мы Заезжали Везде Предлагали Комплекты Ну У предных В основном Уже были Комплекты Но они Брали Для своих Родственников Для мамы Для папы Для дедушки Для бабушки В общем Для всех Брали Комплекты Потому что Бадра Пурнима Это Особый День Когда Шиманбхагаватам Дает Самые Большие Благословения Поэтому Предные Именно В этот День Старались Вручить Своим Родственникам Комплекты Некоторые Даже Это Засняли Как Они Вручают Комплект Своим Родителям Или Родственникам Вот Сейчас Закончился Марафон Бадра Пурнимы Караван Прапупады В этом году 49 комплектов Распространил В Перми 34 Комплекта Прядные Распространили В Уфе 28 Комплектов В Санкт-Петербурге Они 20 комплектов И еще Около 500 Отдельных Ктомов Шримад Багават Распространили Они Последнюю Неделю Перед Бадра Пурнимой Выходили Только Шримад Багават Брали С собой Всем Предлагали Шримад Багават Хорошо Расходились Книги Предные Стараются И сейчас Начинается Марафон Гита Джаянти Он будет Продолжаться До конца Декабря В этом году Как раз В конце Декабря Гита Джаянти В этом году Предные Около 4 миллионов Хотят Багават Где-то распространить Вот за эти Три месяца Можно Принять Участие Выкупать Распространять Багават Диты Шилапрупада Очень хотел Чтобы люди Получили шанс Иначе У них нет Никакого Выбора Они просто Живут Под влиянием Гуны Невяжества И страсти Изредка Гуна Благости Проявляется Поэтому Предные Стараются Дать людям Шанс Еще один Шанс Когда у человека Появляется Это знание У него Появляется Возможность Вырваться Из этого Замкнутого Круговорота Рождения И смерть Появляется Шанс Поэтому Нужно Дать Шанс Людям Делиться Этим Знанием Везде Где только Возможно Один Предный Мне написал Он Онлайн Проводит Различные Программы Последний Год Он живет В Майапуре И В этом Году Он распространил Тысячу Сто Томовшим Адбагватом Через Онлайн Программы Он проводит Программы В конце Слушателям Предлагает Взять Адбагват Тысячу Сто Книг У него Ушло Просто Через Онлайн Программы Так что Много Сейчас Есть Способов Как мы Можем Делиться Этим Знанием Нужно Только Желание Желание Господь Подскажет Как это Лучше Делать Или Можно С предными Советоваться Как это Лучше Делать Предных Уже Накоплен Большой Опыт Если Какие Вопросы Дополнения Ну И Книги Как всегда Есть Книги Пожалуйста Если Какие Вопросы Скажите Пожалуйста Как Понимать Что Ложное Отречение Или Истинное Потому что Иногда Мы Думаем Что Мы Реально Отреклись А потом Проходит Какое-то Время Какая-то Ситуация И Раз Оказывается Это Цепляет Да Ну Да Настоящее Отречение Приходит Когда Возникает Привязанность К Господу Тогда Естественное Отречение Приходит Ну Даже Сейчас Пока У нас Еще Нет Такой Сильной Может быть Привязанности К Господу Мы Практикуем Это Отречение То есть Какие-то Привязанности Нам Подсказывают Что Вот Нужно Действовать В этом Направлении А мы Действуем В другом Направлении Так Как будто Мы уже Отрешенные Да То есть Мы Практикуем Это Отрешенность Еще Она Не стала Для нас Естественной Но Когда Приходит Духовный Вкус То Материя Просто Становится Очень Такой Непривлекательной Когда Появляется Высший Вкус Поэтому Настоящая Отрешенность Придет Когда У нас Будет Духовная Привязанность Ее Мы Должны Культивировать Духовную Привязанность Слушать Воспевать Помнить Служить Лотосным Стопам Господа И так далее То есть Девять Видов Предного Служения Мы Практикуем Чтобы Развить Духовную Привязанность Духовная 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 Вы Говорили Грехаст Есть Примеры Грехаст Которые Живут В этом В таком Ашраме Но Они Живут Фактически Отреченной Жизнью И Даже Показывают Своим Образом Жизни Пример Для Других Вдохновения Вдохновляют Окружающих Заниматься Предаваться Заниматься Предным Служением Несмотря То есть Даже В таком Ашраме Есть Да Такие Примеры В чем Вопрос Ну То есть Это Может Можно Находясь Грехаст Ашраме Тем Не Не Быть Тем Не Не Отреченной Такой Образ Жизни Проповедовать Как В Отреченной Да Если Человек Все Занимает Служение Кришне Он Уже Живет Как Саньяся То есть Принцип В том Чтобы Все Занять В служении Кришне В этом Принцип И Иногда Это Получается Даже В грехах Ставшими Не Всегда Иногда Это Получается Но Часто Это Не Получается Много Всяких Привязанностей Возникает Поэтому Есть Другие Уклады Жизни То есть Если У человека Не Получилось Это Вреха Ставшими Он Может Перейти Следующий Уклад Жизни И Уже Отрешиться А у кого-то Это Получается Даже Вреха Ставшими Харе Кришна Махараш Спасибо Большое За Лекцию Там В Комментарии К Сегодняшнему Стиху Прабхупада Говорит Что Необходимо Систематически Изучать Шастры А мы Например Если Слушаем Лекции Духовного Учителя А он же Проповедник Он же Путешествует В одной Ятри Седьмая Песня К примеру Бхагава Потом Переехал Пятая Песня Бхагава Потом Первая Песня Потом Бхагавадгита Потом Читание Чаритамрита И Такой Винегрет Получается А необходимо Систематически Что делать Ну В храме Все Последовательно Читают В храме Последовательно Читают Просто Преданные Еще есть Такой момент Что Если слушают Онлайн Если не присутствуют В храме Например Мы присутствуем В храме Лектор Мы Не выбираем А когда Человек Не в храме Он Имеет Возможность Выбирать И как правило Он слушает Своего Духовного Учителя Ну Как правило А гуру Он Всегда Разные Лекции На разные Темы Разные Песни Бхагава Поэтому Что делать Таким Поэтому Шила Пропада И Организовал Храмы Чтобы была Возможность Последовательно Слушать Стих За стихом Обсуждать То есть Такая Возможность Есть Ну И Также Есть Образовательные Программы Где Можно Тоже Последовательно Изучать Весь Шим Ад Бхагав От Начала До Конца Проходить Образование Шила Пропада Хотел Чтобы Предные Систематически Изучали Эти книги Хорошо Понимали Их Он Сам Вел Эти Учебные Программы В начале Программы Были Несложные Простые Довольно Первые Ученики Которые Получали У него Посвящение Они Только На один Вопрос Должны Были Ответить Кто Такой Кришна Если Они Правильно На него Отвечали Это Было Достаточно Для Первого Посвящения Потом Попозже Уже Было Больше Вопросов Сейчас Уже Много Вопросов Нужно Пройти Ученик ВСКО И так Далее Много Сдать Экзаменов Чтобы Получить Рекомендацию На Инициацию То есть Шлопрупада Хотел Чтобы Мы Не Просто Сентиментально Принимали Этот Процесс Вот Сегодня Мне Это Нравится Я Практикую Завтра Не Нравится Все Я Пошел Другое Место Хотел Чтобы Мы Разобрались Для Чего Мы Это Делаем Какая Цель Как Правильно Это Практиковать Тогда Мы Сможем До Конца Практиковать Шлопрупада Пообещал Что Тот До Конца Жизни Будет Практиковать Повторять Каждый День Не Меньше Шестнадцати Кругов Харе Кришна Мантры На Четках Ежедневно Исследовать Четырем Регулирующим Принципам В конце Жизни Вернется Домой Господу Единственная Проблема Что у многих Это не Получается До Конца Жизни Они Начинают С Энтузиазма Потом Через Какое-то Время Энтузиазм Проходит Все Их Уже Больше Не Видно То То есть Через Этот Храм Прошло Много Тысяч Людей Которые Пытались Практиковать Не Так Много Осталось Тех Которые Продолжают Это Делать Не Знаю Сколько В Москве Таких Ну Может Тысяч Человек Полторы Две Тысяч Которые Практикуют Продолжают Практиковать А прошло Много Тысяч Людей Которые Начинали Пытались Потом Ну Знания Не было Они Куда-то Унесло Их Теперь Где-то В другом Месте Поэтому Шлопрубада Хотел Чтобы Мы Серьезно Отнеслись К этому Посланию И Практиковали До Конца Жизни А почему Люди Начиная Практику Все-таки Оставляют Это Вопрос Именно Культивирование Знания Или Еще Какие-то Есть Причины Ну Многие Да Очень Сентиментально К этому Относят То есть Пришли Все Новое Красивое Интересное Попрактиковали Потом Уже Оно Не новое Не интересное Ну Пошли Дальше То есть У многих Это Так Проходит То есть Они Не успевают Да Как-то Разобраться Что-то Что-то Серьезное Да Этим Можно До Конца Жизни Заниматься Кто-то Сильные Привязанности Он Пробует Смотрит Нет Что-то Рановато Я Начал Еще Много Привязанности Нужно Как-то Их Удовлетворить Сильные Привязанности Его Забирают Обратно Кто-то Успевает Оскорбления Какие-то Совершить Покритиковать Поругаться С преданными Хлопнуть Дверью Уйти Всем Объявить Что я Не Кришна Боится То есть По-разному Уходят Кто-то Тихонько Кто-то Громко Кто громко Уходит Им потом Сложнее Вернуться Кто Тихонько Им Еще Есть шанс Вернуться Потому что Они никаких Скандалов Не устраивали Ничего Им полегче Харе Кришна Спасибо большое За лекцию Вы читали Комментарии И там Описывалось Как Отреченный Человек Он Странствует По джунглям И так далее В общем Он все время В пути Так сказать И вот только Останавливается Для какой-то Проповеди Может Я так Это представила Что В реалиях Например Индии Когда Есть Скажем Климат Даже Такая Казалось Материальное Материальное Условие Определенное То Вот такой Режим Жизни Когда Просто Он ходит От деревни К деревне По лесам И так далее И Ни от кого Не зависит Это Как это Сказать В таких условиях Это Относительно Легко А вот Каково Быть Саньяси Странником Именно в условиях Когда Ну то есть Вы же тоже Ну вот Вы и Другие Саньяси Наши Они Путешествуют По всему миру И Совершенно в разных Бывают условиях И в том числе Зима Тоже как-то Должна проживаться И вот Ну Насколько Вот Как бы Каково это Вот Вести Уклад Саньяси Отречен Образ Жизни Вот Когда Ну Совершенно Разные Условия Приходится Проживать Разные Условия Ну вот Один Прядный Сейчас Он уже Третий Месяц Пешком Идет Он Начал Из Москвы Он Идет В Крым В Крым И по дороге Распространяет Книги Потом Где-нибудь Ночует Идет Дальше И так Уже Больше Девяносто Дней Пешком Идет Ролики Выкладывает Да Каждый день У него Какие-то Истории Происходят Он Ролики Выкладывает Такой Вот Очень Хороший Опыт У нас Был Удивительный Плен Он уже Оставил Этот Мир Он регулярно Ходил От Мурманска До Краснодарского Края Это у него Был регулярный Маршрут Пешком Вот А один Раз Он Прошел От Москвы До Петропавлово С Камчатского Один раз Прошел Это было Еще при Советском Союзе Он Прошел Пешком И ему Приходилось Да И с Медведями Сталкиваться И с Золотоискателями Которые Хуже Даже Чем Медведи Потому что Они Нелегально Намывают Золото Если кто-то Их увидел То это Все Поэтому У него Там Были Интересные Испытания Да То есть Есть Пряные Которые Вот Реально Прям Как Здесь Описано Также Путешествуют Такой Вот Образ Жизни Да Возможен Вот Сапало Брал Большой Рюкзак Палатка В нем Была И он Куда Пришел Там Палатку Поставил Заночевал На следующее Утро Пошел Дальше Так он Много лет Он так Путешествовал Пока Еще ему Здоровье Позволяло Почти до 70 Лет Он так Путешествовал То есть Это Возможно Это Возможно Когда Человек По-настоящему Становится Непривязанным Да То есть Он Где Остановился Вечером Там И заночевал То есть Он не ищет Там Отель Или Еще что-нибудь Мы На Сан-Киртане Тоже иногда Так практиковали То есть Там На берегу Реки Просто ночевали Или Готовили До костря Иногда Просто У бабушек Каких-то Ночевали Я помню Мы в одну Деревню Приехали Под вечер Я спрашиваю Людей Где тут У вас Самый Религиозный Человек Нам просто Нужно Где-то Заночевать Они говорят А вон там Баптисты Живут Приезжаем Туда Да Там Семья Баптистов Бабушке Лет 70 Сыну Лет 80 Сыну Лет 60 Вот Мы говорим Мы вот Монахи Нам бы Где-то Заночевать Вы Сказали Вы здесь Самые Религиозные Люди Можно Мы у вас Заночевать Ну в принципе Да Дали нам Комнату Печку Натопили Правда Когда мы Утром Начали Хором Там Джаба Повторять Они Немножко Были В шоке Но До завтра Когда терпели Потом Скали Ну давайте Езжайте Дальше То есть Иногда Да Так вот Ночевали Где придется Иногда Что-то Снимали Такой Интересный Опыт Когда Просто Путешествуешь Проповедуешь В разных Местах В Томске Был В этом году Прилетел И мы С аэропорта Едем Такие Большие Щиты Висят Праздник Топора Я Приятных Спрашиваю Что за праздник Ой Говорит Людей Будет Очень Много Мы Там Не Были Но Говорят Очень Интересно Говорят Давайте Съездим Туда В пятницу Мы Собрались Приехали Туда Смотрим Народу Полно Книги Берут Я Приятным Говорю Давайте У вас Сан-Кирта На выходного Дня Мы Вместо Центра Города Поедем Туда На праздник Топора Там Столько Людей А в городе Как раз Никого Не будет В субботу И мы Поехали Туда Десять Человек Микроавтобус Загрузились Все вместе Выехали Туда По дороге Пели Целый час Кирта Потому что Там была Колонна Прямо Из города Шла Непрерывная Колонна Целый час Пришлось Ехать До этого Места Оно В лесу Находится Это место И Народу Было Просто Невероятное Количество Мы Распределились Прямо По всей Этой Ярмарке Там Умельцы Которые Там Что-то Руками Делают Они Там Все Выставляли Со всей Округи Приехали Там С Томской Новосибирской Области Ну С соседних Областей Тоже И я Прямо Вайшнамской Одежде Ходил Ну Для Томских Жителей Это Привычно Потому что Там Каждую Неделю Харинам Проходит А Те Кто Приехали Из Глубинки У них Они Так Я Станавливаюсь Открытым Что Вообще Не Понимали Что Происходит Но Книжки Тоже Брали Там Довольно Неплохо Уходили Книги Ну Поскольку Распространители Все были Не Профессиональные Да Они Там Ну Кто раз В месяц Выходит Кто там Раз в год Книг Может Не так Много 140 Книг Ушло На всех Но Все равно Здорово У них Обычно Столько Не уходит Там В городе Ну Если 20 Книг Уходит На всех То И то Хорошо А тут 140 Ушло Все Были Вообще На вершине Блаженства И Где-то Часов После Шести Мы Уже Уехали Обратно Две Матаджи Остались Они Решили До конца Там Побыть Идут По ярмарке И смотрят Губернатор Стоит Без охраны Они Своим Глазам Не поверили Они Только В газетах Видели Его фотографии Думают Может нам Почудилось Они На всякий случай Так По имени Отчеству Его Окликнули Хоп И он Поворачивается Без охраны Просто Ходит По ярмарке Они Сразу К нему С Шимат Багаватом Первая Песня У них Была Ему Вручили Он Так А что Это Такое Они Еще Минут Пятнадцать Ему Рассказывали Он Вопросы Задавал С удовольствием Взял Книгу Так что Можно Самых Разных Людей Встретить Нужно Выходить С книгами Не обязательно В лес Идти Можно Здесь В городе Предлагать Книги Много Людей Которые Ничего Не слышали О Кришне Передайте Вот Микрофон Харе Кришна Махарадж Благодарю Вас За сегодняшнее Уделенное Нам Время Внимание Я хотела Вернуться К предыдущему Вопросу О тех Людях Которые По той Или Иной Причине Попали К нам Сюда В храм В движение Соприкоснулись Со святым именем Но по каким-то Причинам Ушли Вот Есть ли Надежда Шанс Что Тем не менее Соприкоснувшись Они получат Милость И на самом деле Смогут вернуться Там В этой жизни Или в следующей То есть Несмотря на то Что они ушли И отвернулись И отвергли Есть ли надежда На то Что Вот это Как бы Милость И участие То что Они все-таки Здесь побывали Но каким-то Образом Скажется Там И Посодействует Их спасение Да Те кто Начали Практиковать Они уже Обречены Не у всех Не у всех Получится За одну Жизнь Да Не так просто Оказывается До конца Жизни Каждый день Повторять 16 кругов Не так Просто Как хотелось Барата Барата Нам бы Нам бы хотелось Сразу За одну Жизнь Не всегда Так Получается Мы должны По крайней мере Усилия Приложить Господь Поможет Поможет Ну и Шла Павпада Описывает Условия При которых Это может Произойти Четвертая Песнь Двенадцатая Глава Текст Сорок Третий Друга Махараджа Возвращается Домой К Богу Глава Называется В сорок Третьем Стихе Шла Павпада Описывает При каких Условиях Можно за одну Жизнь Вернуться И Другой Стих Это Девятая Песнь Девятая Глава Текст Сорок Четвертый Это История Махараджа Катванги Которому Тоже Удалось За одну Жизнь Вернуться Там Тоже Шла Павпада Уже Более Подробно Рассказывает Что же Нужно Делать Чтобы За одну Жизнь Вернуться Домой К Богу Можете Почитать Ну и Есть Книги Если У вас Еще Остались Родственники У которых Нету Книг Шла Павпады Мы Вам Предложим Книги Родственники Друзья Ну Можно Одну Пачку По крайней Сюда Принести Печенье Печенье Есть Есть Еще Маха Прасад Да Маха Прасад Продолжение Продолжение Продолжение